Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 12 апреля 2020 года, День советской космонавтики. А этот фильм посвящен продолжению темы «Сталинград допотопный был». Вторая часть. Почему я называю город именно Сталинградом, а не Царицыным или Волгоградом? Потому что настоящего названия города мы не знаем. Того, который создавал инфраструктуру городов вокруг себя, дорог, растительных каналов. А Сталин знал, я теперь не сомневаюсь в этом, что он знал о допотопной цивилизации, имел документы, чертежи и восстанавливал ее без лишней помпы. И Хрущев знал, поэтому свернул все до единого сталинские неоконченные проекты. Стал продвигать дебильную архитектуру хрущевок, состоящую из унылых серых однообразных коробок районов. А ведь архитектура – это застывшая музыка должна быть. Сразу отсеку возражение о том, что Хрущев расселял бараки. А кто загнал людей в эти бараки? Задача Хрущева была – обезлюдить деревни, высосать население из деревень в города. Вот для этого и бараки, а потом Хрущевки, и за ними Брежневки. Наша семья жила в Хрущевке в городе Горьком. Отец получил квартиру как молодой специалист на заводе после института. И в нашем подъезде на всех этажах были одни родственники из одной деревни. Это было начало 70-х. Людей сгоняли в города на заводы, А после 90-х заводы развалили, колхозы и совхозы развалили. И мы имеем то, что имеем. Огромные опустевшие территории, мертвые заброшенные поселки, деревни, целые города и брошенную инфраструктуру. Начало этому было положено еще дорогим Никитой Сергеевичем и командой. Чей-то зловещий и долгосрочный план по опустошению сельских земель СССР. Но это отдельная тема, и я не буду обсуждать ее в данном видео. Время все расставят по своим местам, поэтому и в жилом фонде городов, поселков до сих пор сталинки идут как самое престижное и желаемое жилье. А сами здания до сих пор восхищают своей архитектурой. В этом фильме будет много информации и доказательств, что в районе царицына Сталинграда была допотопная, то есть до войны, середины XIX века развитая цивилизация с инфраструктурой, следы от которой сохранило время, как ни странно, и, как ни странно, фальсификаторы. И я приведу эти доказательства. Те, кто не смотрит внимательно, те, у кого клиповое мышление, и мозг не способен усвоить предложения, содержащие более трех слов, сразу строчат свои опровержения. Они не слышат, не способны усвоить причину и следствие простейшую логику. Однако меня порадовало то, что в числе моих зрителей очень много тех, кто смог, несмотря на тотальную дебилизацию последних лет, соровских учебников и балонского образования, сохранить мышление. Вот для таких зрителей мой материал. После выпуска первой серии было много комментариев. И радостно то, что в городе есть свои следопыты, которых не устраивает официальная версия происхождения города, которые видят старые стены, засыпанных домов и ищут настоящую историю своего родного города. А я им в этом помогу. Я провела большую работу по доказательству своей версии о том, что город имеет совсем другую историю, что канал «Волга-Дон» уже был, и его лишь откапывали и реконструировали в советское время. Да, там провели большую дополнительную работу, были созданы водохранилища, но сам канал существовал, доказательства будут в этом фильме. То, что канал «Волга-Дон» был, исследовали и другие альтернативные следопыты. На канале «Разгадки истории» показали карту 1706 года. Посмотрим эту карту и мы. Карта 1706 года. Ну, такая у нее датировка. Ссылку на эту карту я взяла с канала «Неофициальная история». 11 месяцев назад где-то он делал как раз про канал «Волга-Дон», что он был. И вот показывал эту карту. Я тут углядела еще кое-чего. Во-первых, я хочу сказать, считаю, что эта карта не 1706 года. Она сделана где-нибудь во второй половине XIX века, наверное, в конце XIX века. Почему я так считаю? Во-первых, потому что ориентир идет, мы смотрим, с юга на север. Вот так у нас карта повернута. А до XVIII века карты все-таки рассматривались с северной, по крайней мере, русские карты. Плюс на ней надписи даны на французском языке, что опять-таки не характерно для времени 1706 года. Но не было тогда еще французский язык в ходу. Тогда еще было наполовину русское, латинское и русское. Поменялся русский язык. Что еще здесь говорит о поделке? То, что Украина, украинская часть, не было здесь Украины в это время, в 1706 году. Была Малороссия, не было никакой Украины. То есть эта Украина вся появляется в конце XIX, начале XX века, как Украина. И теперь перейдем к самому каналу, Волгодонскому. Карта выглядит, в принципе, как старая карта. Как будто бы она старая. Она вот не похожа на карты XIX века. Но все-таки это подделка. Тем не менее, кое-что здесь указано, для того, чтобы было более правдиво, чтобы больше доверия было этой карте. Вот он, этот канал. Вот Дон и Волга. Я хочу сказать, что еще подтверждает то, что это подделка. Опять-таки направление Волги где-то соответствует, примерно соответствует сегодняшней карте. Хотя Меридианы повернуты. И канал, он тоже направлен где-то, вот совпадает с сегодняшним современным направлением. Так что никак карта не может быть 1706 года. И здесь канал, он просто ровно прочерчен. Хотя на самом деле он неровный. Если все у них здесь так, вот такие рисуночки, и так они все это и реки, таким образом рисуют волнистыми линиями, почему бы им и канал-то не нарисовать волнистые линии. Это очень подозрительно. Здесь тоже есть какой-то секрет. Вот он, канал между Доном и Волгой. Но сейчас не стоит у меня задачи разбираться в этих секретах, шарадах, которые они оставили конкретно в этой карте. Я просто фиксирую, что здесь таким образом указан канал Волга-Дон, и что карта поддельная. Она не соответствует 1706 году, и, соответственно, веры ей, по большому счету, быть очень сильно не может. Хотя кое-какие подсказки или провокации они здесь поставили. Те, кто составлял эту карту для нас. И вот он вроде хотел этот сюжет закончить, и вдруг увидела кое-что еще. Это не Волга-Донской канал, оказывается. Да, он написан как канал. Пере-волок, волок. Канал нарисован. Вот она, Царицын. Вот он похож на этот канал. То есть река Царицын. Реки нет, а вот город Царицын. Канал не может быть Волга-Донской. Он ниже, вот он здесь. Вот на него это больше похоже. Тогда остается тем более шарады, что уже вот это за канал. Переволок. Вот получается вот это Волга-Донской канал. Канал там, где переволока, ну, возможно, была переволока, но почему-то он обозначен именно как канал, а не просто переволока. И канал Волга-Дон, тот самый, который ниже Царицына на этой карте 1706 года. Запомним это. Чуть позже вы поймете, почему. Я обращаю специально ваше внимание на этот факт. Благодарю жителей Сталинграда-Волгограда за комментарии, подтверждающие мои исследования, мои версии на тему засыпанного Сталинграда, допотопного Сталинграда и за то, что, по всей видимости, было во время войны применено третья сила или оружие, которое не вписывается в историю войны. Я прочту обязательно часть. Их надо обнародовать, эти комментарии, чтобы люди знали, что народ просыпается, и он видит и понимает то, что раньше тщательно скрывалось. Итак, Алексей Поляков. Всем привет. Я из Волжского, города-спутника Волгограда. И с ним история вообще мутная. Официально основан в 1954 году. И на его месте было село Безродное. В две улицы. Кстати, название Безродное тоже очень характерно для после вот этих разрушительных войн XIX века. В две улицы в Сталинградскую битву разбомбили и всё. А я всегда говорил, что не может место на слиянии двух рек пустовать Волга-Ахтуба. Сами говорят, что огромная часть города на костях. Когда город строили, их ковшами высыпали тут же. Обосновывают это тем, что это кладбище Безродного, где две улицы было. А по факту по площади больше нынешнего городского кладбища. И где тогда надгробие? Нет, просто кости. Не это ли доказательство катаклизма? Из старых зданий стоит мельница. Во время Сталинградской битвы на ней был наблюдательный пункт. Так невооружённым глазом видно, что она метр на два притопленная. Я тут по Волжскому потихоньку накапываю факты. Всем пофигу. В лучшем случае послушают, как сказку. Они же знают, что до строительства ГЭС тут ни хрена не было. Прошу за лексикон, авторский текст. Но это очень важно, потому что человек пишет эмоционально. Действительно, правы, когда вы начинаете видеть, а остальная масса, она вообще ничего не видит, она высмеет, она не хочет, она не понимает. Люди, они ещё заморожены. Заморожены, потому что какое-то воздействие на людей, на психику, на память было однозначно. Но потихонечку, потихонечку начинают просыпаться, размораживаться. Поэтому правда всплывает. Казалось бы, можно было пойти дальше, но необходимо подтверждение и комментарии в том числе. Потому что ведь придут же и скажут, нет, вы всё врёте, не было ничего. И вот, пожалуйста, официальный сайт Царицын. Царицын, Волгоградская область. По поводу вот этой мельницы, которую написал комментатор. Верхнеоктубинская мельница. Большинство жителей Волгограда не знают о том, что до строительства города Волжского на его нынешней территории существовали обжитые сёла. Но я скажу, не сёла, а город существовал обжитый. Оттого и вызывают удивление новости про то, что на территории города Спутника могут быть какие-либо дореволюционные построители, вот об этом же и речь. Между тем, они там есть. Не так давно мы писали про дореволюционные здания бывшей школы и управы, в котором ныне располагается музей. Другой старинной постройкой является мельница, о котором как раз речь шла в комментарии. Построена в 1911 году. По другим данным, мельница выстроена ранее. Вот, пожалуйста, вот эта самая мельница, о которой написал житель города Волжского, спутника Волгограда, а город якобы построен в 1954 году с нуля. Вероника Назарова. Галина, вот меня интересует, почему все здания и сталинки, грубо говоря, строили или восстанавливали пленные немцы по всей России? Спрашиваю пожилых, 80-90-летних людей. Вы помните, видели пленных немцев на строительстве этих домов? Никто не подтверждает. Говорят, да, вроде они строили, но они их сами не видели. Где столько взяли пленных немцев? Отвечаю. Пленные немцы – это отдельная песня. Да, пленные немцы восстанавливали города после разрухи войны, те города, которые они сами разрушили. Но по всей стране все постройки по типу Сталинок сваливают на пленных немцев. Раньше нельзя было это все проверить и сопоставить. А сейчас в век интернета это вранье стало вылезать наружу. То есть такое ощущение, что всю страну от Европы до Востока до Дальнего Востока выстроили пленные немцы. Вот что получается. Еще по поводу немцев. Немцы после войны говорили, под городом есть город. То есть те самые пленные немцы говорили, что под Волгоградом есть подземный город. То есть город стоит на старом городе. Вот это похоже на правду. Радиация или применение оружия типа атомных бомб малой мощности, так как следы разрушения очень похожи на ту. Такой комментарий по Волгограду. Галина, здравствуйте. С удовольствием смотрю ваши фильмы. Я из Волгоградской области. Мне 55 лет. Люди старше меня на 10-15 лет рассказывали, что когда поступали в техникумы и вузы, расположенные в других областях, сдавали кровь на анализ, содержание лейкоцитов, всегда зашкаливала. Врачи очень удивлялись, а потом говорили, «А, ну вы же из Волгограда, всё ясно». То есть и тогда знали, что радиационный фон здесь был повышен почему-то. Очень подробные комментарии со ссылками от зрителя под ником УСАК. Именно об этом месте Пётр Ильич Чайковский написал в мае 1887 года. Этот город мне не понравился. Имеется в виду Сталинград. Царицын. Странно как-то. Например, на огромной пустыне, немощенной площади, на коей ноги утопают в песке, вдруг огромный дом на Венский лад. Взят отсюда. Вот новостная лента, статья о том, как нашли подземное помещение под ротунды на набережной Волгограда и как от этого отшутились, заливая бетоном. Ссылка. Можно вспомнить про замок Миллера, залитый грязью под Астраханским мостом вместе с остальными зданиями пониже. Как их раскапывали, потом закапывали. Как замок поучаствовал в съемках нескольких советских фильмов перед тем, как его снесли. Он ведь так мешал во враге. Тоже ссылки дают. Две статьи с фото от себя согласен древний и неизвестный город. Множество старых зданий, уходящих под землю. На этажи и этажи. До сих пор появляются на бывших глиняных болотах новые дома, почему-то с несколькими подземными этажами. Волгоградским дождем до сих пор у нас называют песчаные ветродуи. И летом до сих пор невыносимо жарко. Тут почти везде наметанный глаз различит следы залива некой песко-глиняной массы. В ней, кстати, находили и находят нередко кости и не только животных. Теперь это понятно, почему. И везде кирпич лезет из-под глины. В начале нулевых годов гуляли с приятелем вдоль Волги где-то рядом с нынешним танцующим мостом. Обнаружили провал почвы. Из-под него виднелся тоннель красного кирпича, затопленный. Точнее сейчас предполагаю, что тоннель над водой. Была видна лишь кирпичная арка. К нему можно было спуститься легко. Часть подземной конструкции сложилась под тяжестью песка и глины так, что образовался пологий сход, упирающийся прямо в эту арку. Зрелище было неописуемое. Арка до воды чуть больше полуметра, а на дне метра четыре глины и песка в разрезе. Думали сначала плод собирать, чтобы проплыть под арку, но потом сообразили, что засыпать может. Ушли и забыли. Спустя много лет, в 2017-м, как током ударило, вспомнил. Сейчас-то ясно, что вдоль Волги там тоннели старые проходят. Возможно, используются под канализацию, как везде, что не делает их постройкой Сталина, пленных немцев и тому подобное. Слишком капитально для нашей цивилизации. Тоннели и станции метро Волгограда, некоторые с трамваями, удивительным образом было изначально построено, в кавычках он пишет, стандартного размера, с платформой под поезд метро, как и в любом другом метрополитене. А поездами в Волгограде даже и не пахло никогда. То есть это говорит о том, что, по всей видимости, и метро было в Волгограде. Ну, в смысле, до Царицына. Недавно законченная станция Ельшанка, тому пример, на законченной несколько лет назад станции срезали платформу, чтобы подходила трамваю. Денег на нормальные вагоны метро не было даже в Союзе. А строить изначально неправильно, чтобы потом перестраивать были, думая, все же халявно выкопанное, подпилить дешевле всего. По скриптам. За Википедию отдельное спасибо. После первого прочтения этого аж мозги свело. Рад, что замечают люди. Комментариев было очень много. Но для того, чтобы не утяжелять фильм, я эти комментарии сделаю в отдельную статью. Скопирую и в отдельную статью по Сталинграду на блог. Я размещу это. Местный житель Волгоградец мне написал в комментариях, что он снимает допотопные дома Царицыно. Вот человек снимает. Он уже много наснимал, много артефактов. И в таких городах их еще предостаточно. В Москве очень много убирается, особенно после наших фильмов. Закрываются, заставливаются, закрашиваются. Но в таких городах ресурсов все закрыть невозможно. Поэтому у вас есть возможности у жителей, те, кто уже проснулся, увидел вот эти очевидные вещи, у вас есть возможность самим находить. Снимайте обязательно, обязательно записывайте фильмы, обязательно записывайте тексты, сохраняйте это все, чтобы критическая масса набиралась, чтобы можно было противостоять лжеисторикам, тем, кто сейчас просто рвет и мечет, просто беснуются, считая, что вот это все надо уничтожить, закрыть всю эту информацию от зрителей, от людей. По поводу вот этого здания, автор написал, что в этом здании мы недавно выяснили, что под землей находятся два этажа, один даже неоткопанный, то есть четырехэтажное здание. Вот еще у него много фильмов, которые он сделал на шоу, провел уже большую работу. Проводите экскурсии, выводите людей, чтобы люди воочию видели, как вот мы в Москве это делаем. Одно дело фильм посмотреть, другое дело своими глазами, своими руками потрогать, пощупать, измерить кирпичи, измерить разницу. Живое общение, живое восприятие, что называется, на практике, оно не заменишь ничем, никакими фильмами. Но когда человек уже это увидит на практике, как это делается, где эти границы завалов проходят, и сам начнет это распознавать, его уже никто никогда не переубедит и не сможет обмануть. По крайней мере, в этом вопросе. В нескольких комментариях мне дали ссылку на экскурсоводы местного романа Шкода. Они его очень любят и уважают. Но говорят, что он категорически не хочет ничего слышать про засып города. Считают, что так строили. И прислали еще ссылку вот на это видео. Царицынская сторожевая линия. ...ставшаяся нам в наследство от эпохи Петра I. Ему уже 300 лет. Это Царицынская сторожевая линия. Что такое эта линия? По сути, это маленькая китайская стена, протянувшаяся на несколько десятков верст и полностью перекрывшая сухопутный проход между Волгой и Доном. Мы это подробнее посмотрим, как это все перекрывает сухопутный проход Вот это такая версия. Он всего лишь повторяет версию книжную. Я весь фильм, безусловно, комментировать не буду. Я только самое начало. Потому что у меня вообще задача стояла другая. План у меня был другой. Показать другие вещи. Но поскольку, раз уж я должна сказать и о Царицынской, этой сторожевой, так называемой, засечной черте, то несколько слов и об этом фильме, и о том, что говорит экскурсовод. В начале августа 1717 года на территорию России был совершен масштабный набег с Кубани, в котором участвовал ряд местных племен, а также раскольнические казаки-некрасовцы под командованием Бахти Гирая. 2 августа нападающие осадили город Петровск. 3-го – Пензу. Нападавшая Орда дошла до Саранска, прогникнув вглубь территории страны на тысячу километров. В результате масштабного набега, который встречал лишь слабое сопротивление, Бахти Гираем было захвачено в плен около 18 тысяч человек, которые... Так, минуточку. Вот теперь мне хотелось бы спросить у людей, особенно у армейских людей, как вы себе предполагаете, на тысячу километров Орда проникла вглубь. Один город в одни сутки захватывал. Это на конях. Каким образом мужчины, вот хотелось бы, чтобы посчитали логистику? У меня такое ощущение, что экскурсоводы, они вот гуманитарии чистые, они смотрят книжку, и вот только то, что написано там, они то и говорят. Вот на чистой такой детской вере. А проверить, а прикинуть, а представить? Давайте представим, вот это Орда, которая идёт, ну сколько тысяч километров она должна идти? Здесь получается, что город берут и дальше без отдыха. Ну хорошо, человек может без отдыха, а лошадям корм кто будет давать? А лошадь должна отдыхать? Или они с собой ещё табун где-то там на поезде везли дополнительно? Это всё предполагается, что не было ни дорог, ни трасс никаких не было, не было электричества, ничего не было. Всё, значит, только дневное время суток надо было идти, это значит летом, да, вот если так считается, что климат был такой же, как сейчас, и только дневное время, и на конях, значит, обозы должны были как-то подходить, об этом очень хорошо. Кунгуров говорит, потому что он танкист, он знает эту логистику. И следующая фраза была 18 тысяч пленных взяли, 18 тысяч пленных. Представьте, это как, это 18 тысяч, на секундочку, это целый город, это небольшой городок целый. И потом, что жители сидели и ждали, когда их в плен возьмут? Это в основном должны быть молодые женщины, молодые мужчины, для работы в основном женщины. Значит, жителей было гораздо больше, чем 18 тысяч, которых не взяли в плен. И вот они просто все сидят и ждут. Или это что, первое нападение, что они не знали, строжевиков никаких не было, чтобы сказать, что там вот, да, орда такая несется, вот там дня через два будет здесь, или через три дня, или через неделю, или через месяц, вот она будет здесь. А где слиты, на секундочку? Это же нам историки говорят, что у нас сплошные иконные набеги. У нас электричество появляется, у них только в 19 веке. Во второй половине, к концу 19 века железная дорога первая, ну там 1860-е годы, 1850-е в Европе. Значит, здесь никаких ничего, ни дорог, ничего нет. Вот представьте, теперь сегодня, когда мы знаем, что такое оборудованная трасса, когда на машине едешь, у тебя тут и заправки, и кафешки, и ты просто сидишь в машине, ты не на коне скачешь. И машине твоей такой вот отдых не нужен, она может действительно ехать. Вы можете два водителя поменяться и ехать там сутки напролет, нигде вообще не задерживаясь. Но лошадь-то должна отдыхать. Вот как это все увязывается, когда не говорят эти цифры, а вот остановиться и подумать. И такое ощущение, что те, те, кто писал фальсификат этой истории, они просто издеваются над историками, и просто, ну, чтобы их потом высветить дураками, что ли, всех. Потому что они говорят это не задумываясь. Посмотрите, картинку показывают, вот идет бесконечное войско с лошадьми. Значит, эти лошади и болели, и умирали. Должно быть, если люди, может быть, более выносливые, то лошадь, которую их используют, эксплуатируют, она должна и уставать, и болеть, и умирать. Значит, следов должно быть немерено. Вот этих лошадных костей, этих кладбищ лошадиных, но их нет. Историки находят какие-то там кости, они их могут датировать три тысячи лет, две тысячи лет. То миотов они там каких-то в Астрахани нашли, в этом, в Ростове, в Ростове, на Ростовской главной улице они нашли миотов, которым две тысячи лет. Я фильм свой делала. А здесь, значит, получается, то от Петра, вот эти вот набеги, 300 лет где-то, и никаких следов от этих бесконечного числа лошадей, да и людей тоже, потому что тех же людей, если план в плен брать, ну вот как мы знаем, у нас была война Великой Отечественной, и угоняли в плен население. Ну, оно не возвращалось, ну, где-то погибало. У нас полно могил этих захоронений. До сих пор 70 лет поднимают останки. Вот они есть, да. Вот есть эти следы. Мы знаем, что была война, и вот есть эти следы. Где следы вот этих всех действий? Они только на бумаге получаются. Как известно, Царицын изначально был крепостью. Крепость была довольно большая. Она тянулась от склона в реке Царицы до примерно современной улицы Комсомольской. В эту крепость можно было попасть через несколько ворот. Среди них были и московские ворота. Они располагались примерно за моей спиной. Как раз рядом с этими воротами начиналась Царицынская сторожевая линия. Отсюда она непрерывно тянулась до самого Дона. Линия тянулась непосредственно на территории современного Волгограда. В нашем городе бытует ошибочное представление о том, что фрагмент линии сохранился в районе проспекта Жукова. Вот смотрите, вот эта линия, вал, исторический вал, сейчас он скажет, что это название, исторический вал. И рядом у нас идет железная дорога, трамвай. Если мы посмотрим, то логично, могла быть вот эта насыпь такой же железной дорогой или под железную дорогу. Она идет с ней параллельно, просто один в один. И она идет совершенно прямо. Это что, заградительная линия? Это пересечение с 3-й продольной. Однако этот вал располагается не на историческом месте и, вероятно, возник в более позднее время. Историческая трасса вала пролегала на противоположной стороне проспекта. Кстати, прежнее название проспекта Жукова улица Историческая, еще раньше называвшийся Исторический вал. Именно по этой причине улица была когда-то проложена вдоль несохранившегося вала. Вот о чем я и говорю, что эти валы могли быть насыпами под железные дороги, под железнодорожные пути. Это уже очень хорошо аргументированно доказал Александр Домбровский. Я на него постоянно ссылаюсь. Это исследователь с Украины. Там как раз у них змеевые валы. Он там все это четко доказал, что и трубопроводы были, и так называемые змеевые валы. Это как раз насыпи железнодорожные. У меня для вас сюрприз. Я сделала открытие по Сталинграду, по Волгоградской области. Но это в следующей части, которая выйдет прямо вслед за этим фильмом. То есть будет третья часть.